Девушки отдыхают Девушки отдыхают Женю знаю давно А Лейла красивая А ее знаю недавно На это можно поставить точку Давно знаю и недавно Юрий, модерн все-таки Обязывает название театра Это должно быть современное Ну и где оно современное Почему мы не видим на Сцене Голых мужских ягодиц Ты совершенно правильно сказал Что модерн это современный Новый В переводе Поэтому голые ягодицы Это вчерашний день Если мы серьезно говорим То есть это какая-то такая деревня Люди играются в те вещи Вот несколько режиссеров модных Сейчас вы виделись Я тоже зритель Я тоже такие вещи видел И я скажу такую штуку Что я против африканских страстей Я очень люблю Африку Что такое африканские страсти Вот ты когда присутствуешь При какой-то церемонии В Африке Люди там бегают Энергия Ну они плюются Ну понимаете Что-то жестко Это впечатляет А я спокойный Ну я как зритель А я люблю наоборот Когда в театре Все элегантно Спокойно Идет какая-то главная мысль А в зале разрываются чувства Ну зрители И они рыдают Или смеются Ну местами надо поменять А то что какие-то Непристойности Я из хорошей семьи Ну вообще Режиссеры из плохих семей Не бывают Как мы знаем Ну наверное Наверное Вообще тезис Что в театре Работать должен зритель Да Это Интересно Михаил Чехов Об этом человеке У нас идет спектакль Ничего что я Чехов Вот мы награду получили Анна Каменькова играет Петр Воробьев Народный артист СССР Из Орла Я привожу Такого уникального человека Да это фраза Михаила Чехова Это правда И не надо ему мешать То есть зрителю Зрителю не надо мешать Потому что Он для этого приходит в театр В кино зритель не может работать Сегодня кино снимается В основном для Я не хочу никого обижать Но это правда Я серьезно этим увлекался И занимался Для слабо развитого зрителя Это мировая тенденция кино Поэтому просили И продажи И интерес к кино А театр Это у нас совместный диалог То есть я говорю Зритель отвечает Ну внутренне И идет уже после спектакля Со своим послевкусием До метро Ну или там домой приходит Или потом пишет в соцсетях Про театр модерн Мы это читаем И очень радуемся Когда люди говорят честно Юр в декабре состоится Премьера Война и мир На сцене модерн Вот я думаю Что это очень сложное произведение Давайте сначала Поговорим по предысторию Я знаю Что вы давно хотели Поставить на сцене Война и мир Четыре года назад Почему только сейчас? Ну наверное Как-то судьба распорядилась И может это даже правильно Я когда поставил Цветы для Журнона В рамке идет успешный спектакль Два года Я естественно предложил Эту постановку Этому театру Где очень успешно У меня спектакль Но как-то мы не нашли язык Ну не стали Потом еще Даже в Калуге я начинал Даже в Калуге Ну как бы не в Москве Для меня все равно Это надо ехать Ну даже потому что Это за то же стояние Вот И вдруг Когда я уже стал Художественным руководителем Театра модерна Я понял что я уже У меня руки развязаны Это большой риск Это поступок И я считаю Вот если бы Это делал бы не я А кто-то другой Решил поставить Льва Николаевича Толстова Войну и мир Я бы даже не видел спектакль Знаете что бы сказал Нереально Замахнулись Молодцы Ну понимаете да Вот нужно уметь Оценивать поступки И риски Да я репетирую сейчас Войну и мир Лев Николаевич присутствует На репетициях Я поворачиваюсь Его там нету Но я же понимаю Что это икона русской литературы Ну Толстой И сам Роман И я настолько рад Что мы это вот сейчас уже премьера 10-11 декабря И со мной работает вместе хор имени Свешникова Государственный хор Смешанный хор И когда этот хор поет Любовь святая У меня Не то что зрители А актеры плачут Ну сейчас немножко они привыкли Но это очень эмоционально И мы сшили прекрасные костюмы Ирэна Белоусова У нас Ну с ней я давно работаю По костюму 423 костюма С ума сойти Где вы их храните Кстати 423 костюма Вот это большая сложность Королевство там маленькое у нас все таки Хотя у нас один из самых лучших залов Москвы В театре модерн Что я имею ввиду Вообще я большой противник Ну так мы честно перед зрителями И перед вами Нет такого спектакля Чтобы допустим Женя купил билет в пятый ряд Да А вы в двадцатый в билетаже Вы смотрите два разных спектакля господа Ну давайте честно Поэтому когда театр компактный А у нас 400 мест И у нас хорошо в театре модерн Видно из последнего ряда Ну понятно да Мы ориентируемся на какое-то общее понимание Это разные вещи Я как-то очень давно играл спектакль в Питере И решил подняться на самый верх Это как аэрофотосъемка Когда вот так сцены И там какие-то муравьи бегают Поэтому я считаю что Вот сейчас спектакль Война и мир У меня на сцене Ну не 400 человек Как в зале Но близко Около 70 Вместе с хором На сцене? И 20 за кулисами Обслуживает Ну у нас же Меняются сцены Мы же ставим практически весь роман Не пугайтесь Это не будет эти сутки Это два акта? Три Три акта? Три акта, два антракта Но для тех кто бережет себя Ну и я к таким зрителям себя отношу Я думаю об этих людях Ну на чем они сидят Что они кушают в театре Ну понимай Это важный момент Да Так вот Первый акт Час 25 Антракт Второй акт 45 минут И третий акт 40 Ну и два антракта Почему два антракта? Не для того чтобы сходить в туалет Или зайти в буфет Смысловые антракты Ну временные Ну то есть Не нужно это прерваться Потому что должно пройти время Ну роман-то Должно пройти время Поэтому набор очень большой Очень большой Набор актеров Хоров Световых эффектов И то что я горжусь Я уже сказал Хор имени Свешника Живая музыка На сцене Вот кстати про войну и мир Я помню одно ваше интервью Юрий Где вы возмущались Что BBC сняла Я сейчас извиняюсь Сейчас перебью его Заметили да Такую вещь Я начал говорить на ты На ты Как только мы загляли про войну и мир Женис стал со мной на вы Ну понятно Я скажу что Толстой присутствует на репети И Женя Все наши там 30 лет нашего знакомства Мы не хотим разградать зрителя Вот возмущение было Что вот почему BBC сняла войну и мир А мы купили Я считаю что это оскорбительно Почему А почему тогда Не знаю Шекспир и Юлия Цезарь ставят Грымов Должен только русскую классику ставить Если у нас такие распределения Потому что его никто не делал У меня идет Юлия Цезарь В модерне Да Этот спектакль был запрещен В России 100 лет Почему Ну там про власть Там про политиков Царь запретил Вперед царь Да Вот Потом советская власть У нас же какие были раньше политики Как Дед Морозы Ну понятно да Приходят вовремя Ну понятно да Все ему на ушко что-то говорят Он исполняет желания Там политики люди Страсть Кассий Брут Понимаете да ЦАСК Это очень жесткая постановка И когда я говорю про театр Что сегодня театр Это абсолютная территория свободы Я говорю официально Как художественный руководитель театра Государственного Модерн За два с половиной года Общаясь с департаментом культуры Ну и с мэром Собянином На совете худруков Да Но никто мне не говорил Это ставить Это не ставить Понимаете Никто глазки не строил Понимаете про что говорю Телевидение Это все равно цензура Потому что это Большая информационная площадка Да и так далее Кино Это цензура денег Ну это очень большие деньги И очень большие риски Театр В России Это абсолютно уникальное Не то что место Это уникальное явление Потому что какие-то мои знакомые Приезжающие из Лондона Или из Парижа Говорят Там такая театральная жизнь В Лондоне В Париже Деревня Какую театральную жизнь В Лондоне Два с половиной театра Да Есть интересные постановки Конечно Интересная гастрольная Какая-то миграция Театральная жизнь В Москве Сто Государственных театров А всего в Москве Более двухсот Ну понимаете Но это еще традиция советская Советская и уникальная Когда в спальном районе Есть маленький театр На 50 мест И в центре большой театр Ну Нигде такого нету А зайдите Вспомним сейчас Америку Бродвей Гардеропа нет? Человек который приезжает Первый раз на Бродвей На Бродвей И понимаешь Что это просто сарайчик Я помню очень пламенный Как мне кажется Пост в фейсбуке Юрия Грымова Про фильм Матильда И про 25 миллионов долларов Мы про деньги говорили И что это катастрофа Конечно этот фильм Хорошим никто из профессионалов Назвать не может Это в общем Работа На троечку с минусом Если бы не госпожа Поклонская Которая его раскрутила Но все таки Неужели прям катастрофа? Скину Неужели бы Матильда Это прям вот катастрофа Да Могу объяснить Могу объяснить Из-за чего? Из-за бюджета в 25 миллионов? Нет, ни в коем случае Вообще не интересно Нашли деньги и молодцы Не про это Приведу пример А ты сам скажешь Нормально или не нормально Любой художественный вымысел Это нормально В кино язык Сценический язык Киношный язык Понятно что Там вот Понимаете Обнаженная грудь Это может быть Надо как-то быстрее Обратить внимание на девушку Это в кино нормально Но Приведу пример Одной сцен Там Кровать Матильда Лежит Знаете на чем? На мантии императора Мантии императора Горностаевая Ну и что? Объясняю Это все равно что там Икона Ну то есть Эту мантию выдавали Как символ Власти Это американская такая пурга Горностаевая Прикрыла попу Я вот Назвал самое безобидное Не говоря о том Что все-таки Император Не был похотливым человеком Ввиду воспитания Веры Я сейчас серьезно говорю Увлечение Понятно Но этот момент Существует И меня Художник не имеет права На трактовку На это? Своего взгляда Ну как? Не может Понимаешь что дело? Не может Какая-то женщина Даже самая любимая Даже императрица Не может прикоснуться К этой мантии Я сейчас безобидные вещи А при этом Я хочу назвать Другой прекрасный фильм Который сейчас вышел Джокер Я тоже написал В фейсбуке И в инстаграме Это прекрасный фильм Это большой кинематограф По-настоящему большой Это не комиксы Как многие туда заходят Это очень социальное кино О том что так жить нельзя Юр Но тем не менее Вот Анна Каренина Которую вы снимаете сейчас Закончили сейчас Там тоже Анна такая Ну Анна Каренина Интимный дневник Но я просто уделяю внимание Чему? Слово интимный Это личный Это не имеет отношения К сексуальным отношениям Личный И я вот выпускаю кино Будет тоже премьера В театре модерн Будет небольшой прокат Там 5 кинотеатров По стране Потому что это кино Совершенно с другим киноязыком Я счастливый человек Я могу себе позволить Что-то делать Не так как все Это большое счастье Я этим горжусь Поэтому я сегодня в театре И я не хочу больше заниматься кино Я кокетничаю сейчас Конечно Давно уже я слышу Да Я ушел из кино Я не буду заниматься кино Ну потому что Национального кино в России Нету Нету Государство должно создать условия При которых кино снимать выгодно Сегодня счетная палата Почитайте Ну начинаю смотреть А куда деньги уходят в ЗИН Ну гигантские деньги тратятся А продюсерское кино должно быть каким? Доходным Ну продюсерское Авторское кино Экспериментальное Оно для этого и делается Да То есть какие-то эксперименты Поэтому Но тем не менее Как раз Анна Каренина Это эксперимент Да Это другой Совершенно киноязык Никто для меня этого не делал Снял как клип Да, насколько я поняла Ну это вот Я ничего не говорю Пять лет я это делал Не то, что я скрывал А потому что я боялся Что не получится Я знаю, что Кто придет на эту премьеру В театре Модерна На фильм Кто-то будет в диком восторге Кто-то скажет Что это такое Ну там все прилично С точки зрения Ну это Толстой Анна Каренина То есть весь фильм как клип Придите, посмотрите Не, ну техника Вот знакомая Техника знакомая Но там еще другие технологии Применяются Потому что я считаю Что Анна Каренина Да Вронский Каренин Да Каренина Это мы Вы Ты Я В арабских странах То же самое Понимаете Что У меня был диапазон Где это все происходит И в Индии И в России И в Норвегии И в это Мы все Финальный саундтрек Написала Диана Арбенина Ночный снайпер Почему она? Вы знакомы давно? Ну мы Ну мы Познакомились с ней Ну я знаю ее Как исполнителя Я даже снял ей После Этого саундтрека Я это давно не делал Снял ей клип Который никто не видел Вообще никто? Ну я тебе может покажу потом И тебе захочешь Да Ну просто Ну это Нельзя показывать Ну это лучшее Что я сделал В музыкальном видео Я заинтригован Да Это лучшее Он умеет интригу Да Да Это нельзя Потому что Нельзя показывать Публично Это Запрещено Ну вот А Диана Какую-нибудь критику Вам говорила По поводу фильма? Она наверное Первая посмотрела Ну вы знаете Тут я скажу Такую вещь Наверное Я в этом отношении Такой уникальный человек Ну как Ну не говорила она Я просто посмотрела трейлер И он очень откровенный Да Но я скажу такую вещь Что даже когда я делал Казас Кукотского Паулицкой Она сказала очень правильную вещь Писатель Великий роман Букер Ну и так далее Она сказала такую правильную фразу Она говорит Юр Я книгу-то написал Книга есть А кино снимаешь ты Вот это очень важно Нельзя говорить Похоже на книгу Не похоже Это совершенно другое прочтение И то что я сейчас читаю Толстого И будет премьера Война и мир В декабре Ну в театре Модерн Это же чье прочтение Мое И у меня есть подзаголовок Знаешь какой Война и мир Русский Пьер А почему И Пьер превращается В Петра Кирилловича Вот как И он Жень И я Я западник Чем был Когда я был моложе Я был больше западник Чем сейчас И Пьер Превращается в Петра Кирилловича Вот это Ну я это увидел Ну это моя концепция То что я прочитал У Толстого Да И нельзя забывать Что Пьер Был масоном И он прошел Процедуру Таинства Масонства И помните Прекрасный фильм Бондарчука Война и мир Там он не мог быть масоном Советский Союз Он масон Прямо Со всеми делами Ногу заголил Рубашку снял Все дела Крест снял И И потом Он становится В такого В такого русского Превращается К сожалению Через горе Ну через войну Через потери Через это Об этом Роман Война и мир В моей концепции Да это история любви Да это патриотическое Хотите так называть Ну хотя я считаю Что слово патриотическое Ну заужает Это о любви к родине Ну не патриотическое А о любви к родине Это очень хорошее качество Я люблю родину Кстати вот Любовь к родине И национальные проекты Еще за одно высказывание Зацепился в интервью Что не существует Американского кино Нету Что это кино Наднациональное Наднациональное Глобальное Вот странно Мне кажется Что все таки существует И как раз у них тема Существовало 60-е и 80-е ЕССР Помнишь Ну Америка Сегодня снимается кино Что посмотрел Китай В том числе и Россия Неплохо собирают деньги Да Это чтобы было понятно А я Я Обожаю корейское кино Японское кино Южная Корея Или северная Французская Ну Северная Корея Это уникальные фильмы Я думаю Они не доходят Да Они доходят до нас Вот Потому что это национальное кино То есть очень субъективное Это очень Очень интересно Американцы это бизнес Кто убил детское кино Уолл Дисней Он уничтожил детское кино Почему Потому что он понял Что если снимать детское кино А это возраст 4-8 лет Ну который было Понимаете Да Невыгодно Надо снимать такое кино Чтобы какой-нибудь 40-летний папа Тоже ржал Вместе с сыном Ну сейчас такие есть Анимацию Сейчас смотрят Дедушки и бабушки Но это не детское кино Если вы внимательно послушаете На слова Которые там Произносят персонажи Иногда лучше бы Я бы не советовал бы Детишкам послушать Такие слова Я сейчас не могу это повторить Потому что скажут Это так А это в мультиках идет Поэтому я за субъективный Национальный кинематограф Я за авторский кинематограф Но я хочу сказать такую вещь Что такое авторский кинематограф Данели это авторский кинематограф? Конечно Ильдар Рязанов Абсолютно Вот Когда есть человек Ну рассказчик Который это рассказывает А Грымов это авторский кинематограф? Конечно Это мой взгляд Это мой субъективный взгляд И вот то что у меня вышло Три сестры С великими актерами То что сейчас в сети есть Которые старше Чем Чем должно быть в самом деле. Трех сестрам девушкам по 25, мне по 60. А почему, кстати, откуда такая идея возникла? Потому что я внимательно читаю Чехова. Чехов в моем понимании писал о любви. И когда девушка в 25 лет говорит все пропало, все пропало, это одно. А когда женщина 60 лет при живом муже, та же Анна Каменькова, уходит к вершине, ну Максу Суханову, при живом муже в 60 лет, понимаете, уходит вот так. Согласитесь, по-другому это все. А текст тот же. И так же у меня на дне спектакль идет в Театре Монверн. Идет спектакль на дне. Я не трогаю Горького. Он как есть, так он написал великие произведения, большой мастер. Но там они бедные, клошары, бомжи. Правильно? А у меня богатые на рублевке. У всех золотые часы, золотая клеточка. Потому что о чем писал Горький? О духовном падении. Согласны? Не о материальном, а о духовном. И у нас спектакль заканчивается потрясающей фразой. В зале прям вот так. Вздох такой. Они потом в интернет все режут, я уверен. Заканчивается фраза. Лука в конце спектакля на дне говорит. Уйду я от вас. В хохлы подамся. Говорят, там новую веру изобрели. В нынешнем контексте звучит. Абсолютно. Народ. А начинается с пектакля. У меня же все богатые, а не бедные. Начинается с того, что я одна по телефону, говорит там женщина, говорит, я никогда замуж не буду. Будь ты хоть принц американский. А им народ, его сидят рядом и говорят, врешь. За Абрамку выйдет. Да. За Абрамку. Островский очень правильно сказал. Вы приходите на пьесы в театр, читайте их. Вы приходите смотреть на концепцию того, что рассказывается. Ну, можно читать же пьесы. А вы приходите в театр, что может быть одна и та же пьеса, но под другим углом. Юрий, расскажите про свою книгу. Называется «Мужские откровения». Какие там откровения? Я думаю, что знаете, вот сейчас зрители, которые нас смотрят, вот эти, скажут, ну, прям все уже, какой-то и ржец, и надуде, и грец. Да, писатель. Про кино, про писатель. Про русский писатель. Юрий Крым. Юрий Крым. Толстой, про Толстого мы поговорили. Да, Толстой сидит на репетициях. Вот Толстой меня пустил на репетициях, я и книжку наваял. Но это к чему я? Я к тому, что эта книга, наверное, как-то показывает, прежде всего, мое ироническое отношение к себе. Но это мемуары, в чистом виде. Ну да, это воспоминания детства, это воспоминания о людях, которые на меня повлияли. А кто на вас повлиял? Георгий Рерберг, с которым я работал, это Петр Нович Фоменко, это Баталов, с которым я работал. Эти встречи по логике не могли быть в моей системе координат. Ну, понимаете, это большие люди, это люди, на которых я воспитывался на работах. Петренко, которыми я снимался. Хорошо, а там есть вот так называемый фактор Кончаловского, если мы говорим о том, там есть женщины, с которыми спал Грибов? Нет, там есть несколько рассказов, но это же кокетство мое, там «Мужские откровения» называется книжка. Да, вот я поэтому и спрашиваю. У меня так называлась дебютная картина, моя дебютная картина, «Мужские откровения», и дебютную книгу я назвал так же. Там есть разговор о противоположном поле, то есть, ну, мое понимание, как я там знакомился, как я из мальчика, которой ни одна девочка не дружила до 14 лет, а потом я сходил в парикмахерскую к чародейке, помнишь, на Новом Арбате? Ага, да-да. Вот, и как-то там видно чародейка, и все изменилось в моей жизни. Ну, прям, ну, прям все изменилось. Что-то от пьяни, от пьянили, и парикмахерская. А там нету ее сейчас уже. Нет, нет, просто все как-то сильно изменилось, что там меня не приглашали играть в мушкетеров там и так далее, ну, в классе. А потом как-то все так, и девушки так собрались вокруг. У меня к вам блиц-вопрос. Да. Кроме того, что вы снимаете кино, работаете в театре, вы любите путешествовать еще. И у вас была кругосветка. Ну, я прошел часть-часть кругосветки, я прошел. Это было мне важно, связано с проектом, который я хотел сделать, но я не верю, что кто-то сейчас услышит мое интервью. А какой проект? Я хотел снимать фильм про Крузенштерн, про первую кругосветку. Про экспедицию, да. Это пираты Карибского моря, детский сад. Ну, по сравнению с тем, что прошел Крузенштерн, ну, это, ну, там, людоеды. Ну, это все очень серьезно. И я, когда начал писать сценарий, я понимал, что я что-то, что-то я не понимаю. Ну, много дневников, все такое. И я прошел часть с моряками. Это, я вам скажу, такую вещь, что не надо мне завидовать. Объясню, почему. Это непросто. Это не туристический. Это не туристический, не туристический лаймер. Кстати, в книге моей, вот это, мужские откровения, там я об этом пишу, дневники, когда я, это, это серьезно. Еще одно ваше увлечение, это виноделие. Было, было. Я, учитывая, что сейчас очень плотно занят театром, у меня, да, в Испании было моих 12 вин. Я даже имею две награды золотые за вином. Красное? В Европе, только красное. 12 красных вин. Вот, но сейчас я это закрыл, потому что у меня нет на это просто времени и сил. А вино это как театр. Могу объяснить, в чем, в чем. Я могу сейчас час говорить. Час не надо. Но мне жаль, что сегодня без вина, не знаю. А мне жаль, что без книжки. Да, мы можем говорить час о вине, я могу его рекламировать, все что угодно рассказывать. Но надо, чтобы вы попробовали. Так же и театр. Я могу сейчас сколько угодно говорить. Театр модерн, прекрасные спектакли, великие актеры, да. А мы попробуем. Надо попробовать. Ну, понимаете, да. И тогда вы скажете, да, мне интересно. Ну, а из профессиональных наград, если мы про золотые медали, больше чем гордимся из того, что получили за... Приз департамент ООН. Это я получил. Я первый практически начал этим заниматься, искренне, по борьбе со СПИДом. Я начал заниматься социальной рекламой. И департамент ООН за вклад в нее вручил такую награду. Все остальные награды, ну, профессиональные, в разных сферах у меня, это очень приятно, но это кокетство и пижонство. Ну что ж, мы пожелаем наград. Удачи. А приходите еще, Юрий, приносите вино, приносите книжки. Хорошая идея. Спасибо за беседу. Спасибо огромное. Спасибо. 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 Спасибо.